Очень классно, ребята, очень классно. И видите, в конце появляется главная заставка. Всем привет, ребята, с вами Никита. Сегодня мы продолжаем играть хищные машинки в наш любимый Car It's Car. Но у меня для вас еще одна классная новость, потому что разработчики Smokoko Games, они выпустили официальный трейлер в новых хищных машинках, но потом его скрыли, поэтому давайте сейчас, ребята, кто еще его не успел посмотреть, обязательно посмотрим фрагменты из будущих хищных тачек. Ну что, ребята, сразу же включаемся и смотрим, каким у нас будет Car It's Car в ближайшее время. Погнали! Как мы знаем, ребята, скоро Car It's Car, наши любимые хищные тачки, обновятся. Выйдет новая Car It's Car с многопользовательским режимом гонок, где мы все вместе с вами сможем по сети играть в интересные заезды. Будет доступна гонка по сети, мы сможем, ребята, ездить по разным трассам, по пустыне, по полярному кругу и куче других локаций. Будет 24 сумасшедших трека и более 20 автомобилей. Ну что мы, ребята, видим на трейлере? Мы видим какие-то две непонятные тачки, это какие-то две гоночки, да? Как бы я не могу понять, какие тачки это были до этого хищные. И видим мы Чивера и видим Локо-машину. Так, смотрим дальше. Написано, что мы можем собрать свою собственную коллекцию злых автомобилей. Так, нам показывают, ребята, быстро гараж. Здесь мы давайте остановимся поподробнее и будем покадрово смотреть, какие тачки мы еще с вами не видели. Так, у нас есть Акула, Гаттер, будет какая-то новая тачка, ребята, в виде телевизора. Акула, потом Бигфут и Копик, да? Но эти тачки мы уже с вами видели в предыдущем трейлере. Дальше, снизу мы видим еще Локо-машинку. Да, вот она, ребята, Локо-машина с такими большими колесиками, именно зеленого цвета первой версии. Архивер тоже с большими колесами. И, ребята, смотрите, Берсеркер, у которого тоже такие здоровые колеса. Потом нам показывают, ребята, показывают вертолетика Коптера, да? Кто-то писал в комментарии, что, возможно, будет и Коптер в новой части. Я думал, что такой летательной техники не будет. Но нет, ребята, смотрите, они Коптера тоже посадят на колеса и сделают из него тачку. Прикольно. Потом будет какая-то тачка Дракон или кто это, ребята, непонятно, да? Ну, какой-то динозавр или Дракон. Либо это какой-то скин, да, какой-то тачки. Потом Чивер, Молния и Асфальтоукладчик. Эти тачки мы уже с вами раньше видели. И потом показывают, ребята, скины, да? Скины, турбочки, все, что можно прокачать. Так, смотрим дальше. Написано Триллинг Левелс. Захватывающие уровни нас ждут с вами, да, ребята. Очень много будет треков. И мы видим, ребята, продолжается гоночка. Здесь в этой гонке представлены уже комбайны. Помимо тачки Битлика, да, мы видим, что еще, ребята, нас догоняют комбайны. Комбайны, кстати, такие необычные, да? Ни в одной из частей такого комбайна нету. Только есть в первой части. Но у меня такая тачка в первой части не открыта, поэтому я там за комбайн, ребята, не играл. Не знаю, такой же самый комбайн был в первой части. И тут мы видим еще скины, я так понимаю, это Чивера. Переодели, да, в такой скин какой-то зелененький. И есть, ребята, автобус на таких здоровых колесах, да. Автобус соревнуется с комбайном. Очень круто. И самое главное, что нам нужно сбежать от главного злодея, которого зовут, ребята, Карзила. Очень классно, ребята, очень классно. И видите, в конце появляется главная заставка. Кар и Цкар многопользовательского режима игры. Где мы видим Берсеркера, Локо-машину первой версии, Битлика и автобуса. И да, ребята, тачки будут кусаться. Я в прошлом видео говорил, что тачки не будут кусаться. Нет, тачки все-таки будут кусаться. Это тоже, ребята, радует. Ну что, ждем, конечно же, обновления. Надеемся, что мы в ближайшее время с вами поиграем в новые хищные машинки. А пока давайте, ребята, найдем у нас в гараже в Кар и Цкар в третьей части те тачки, которые мы с вами видели в трейлере. Так, это у нас был что? Был Гаттер, да? Видели комбайн. Комбайн, конечно, не похож на третью часть. Очень сильно изменен. Видели с вами архивера Локо-машину первой версии и второй версии. Видели Берсеркера. Видели, конечно же, Битлика. Видели полицейские тачки. Ну, там не именно Франк Капштейн, а была одна из тачек, из которой был сделан Франк Капштейн. Так, все, по-моему, остальные тачки, ребята. Ну, был, да, какой-то дракон, похожий на Хруща. Но это, ну, это нет, это не Хрущ. Не было там комбинатора, аллигатора, черепахи, костыля, бурана, яйцелота. Других тачек, ребята, не было представлено в трейлере. Но машинок будет много, даже больше, чем в Карецкар в третьей части. Ну, что, давайте возьмем какую-нибудь тачку, ребята. Мне нравится Берсеркер, поэтому давайте возьмем Берсеркера. И сейчас Берсеркером попробуем, попробуем победить ту тачку, которая была в Карецкар в новой части. А там у нас, ребята, мы видели, была молния. Поэтому давайте победим сейчас с вами молнию без бомбочек, без турбо. Просто чисто сталкиваем Берсеркера с молнией и, конечно же, без дронов. И без спин-офф. В общем, чисто голенький получается, без всяких обвесов Берсеркер против молнии, ребята. Ну что, Берсеркер, так, турбо не жмем, бомбы не кидаем. Чисто подставляем нашу могучую пилу и пилим все полицейские тачки. Так, молния уже нападает на нас, ребята. Потихоньку, потихоньку ее пропиливаем. Да, тут необычно в том, что у нас Берсеркер, видите, все-таки он на гусеницах. У него такие гусеницы, а уже в следующей версии Карецкар у нас все тачки будут на колесах. И даже коптера тоже, ребята, посадят на колесики. Очень интересно. Будет посмотреть на новую версию Карецкар. Ой, нет, еще уязвимость, ребята, взяли. Сейчас нашего Берсеркера точно размотают. Так, спокойно, спокойно, надо под него залезть. Под него, под него, ну уже. Нет, не получается, ребята, все, сматываемся. Сматываемся, Берсеркер, пожалуйста. Е-мое. Все, короче, нашего Берсеркера размазали. И, смотрите, у молнии еще колеса начали отваливаться. Ну что, ребята, увы, Берсеркер не смог победить молнии, но мы не расстраиваемся, ждем, ребята, обновления. Оно будет скоро, конечно же, неизвестно когда, но разработчики пишут в PlayMarket, что обновление выйдет летом. Так что, я думаю, все-таки будет. Вопрос только, какого числа. На этом все, ребята. Пишите в комментариях, ждете ли вы Карецкар новую часть. С вами был Никита. Пока-пока.